Готовые снимки можно оценивать с технической и художественной точки зрения. Начнем с художественной. Здесь мне не очень нравится поза модели. Что можно сделать? Возьмем инструмент кадрирования. Выделяем весь снимок целиком. Удерживая нажатой клавишу shift изменяем размеры. Это нам позволит сохранить соотношение сторон таким же как на оригинале. Получившуюся рамочку сдвигаем примерно вот так. Нажимаем enter. Подтверждаем сделаны изменения. Красивой сумочкой пришлось пожертвовать. Но так композиция выглядит более лаконичной. Теперь техническая сторона дела. На снимке явно присутствует желтоватый оттенок. Возможно неправильно сработал баланс белого в фотоаппарате. Что можно сделать в этом случае? Обратимся к инструментам автоматической коррекции. Например, auto цвет. Вот такой результат. Отменим изменения. Сочетание клавиш ctrl z. Применим еще лучше. Возьмем корректирующий слой кривые. и нажмем кнопочку auto. Вообще-то мы получили тот же самый результат. Но это и не удивительно. Они работают одинаково. На первый взгляд ничего не изменилось в плане кривых. Но посмотрим отдельно по каналам. Здесь произошла некоторая сдвижка точек. На результате не очень хорошо выглядят вот эти светлые области. Поэтому мы возьмем крайние точки, соответствующие светлым областям, и вернем их в исходное положение. Для каждого из каналов. Сохраняем. Ок. Этот результат, пожалуй, лучше. Как можно еще избавиться от ненужного оттенка. Добавим корректирующий слой. Тон насыщенность. Здесь выбираем паразитный оттенок. В нашем случае желтый. И яркость для него увеличиваем. Примерно так. Это второй вариант. Этот вариант срабатывает в большем числе случаев, чем кривые. Напомню, как это выглядит. Вот так это выглядит с кривыми. Но можно пробовать либо тот, либо другой вариант. На этом первый этап коррекции можно считать законченным. Дальше, по желанию, начинается творчество. Как можно еще улучшить этот снимок. Сделаем дубликат слоя. И применим к нему режим наложения, умножения. Теперь, удерживая нажатой клавишу Alt, добавим маску. Маска черная. И она практически скрыла все изображение. В новом слое. Берем белый цвет. Кисточку. И начинаем уничтожать черную маску. В местах, соответствующих фону. Для мелких деталей или переходов, изгибов уменьшаем диаметр кисти. И прорабатываем контуры. После некоторых усилий мы получим примерно вот такую картинку. С помощью маски нам удалось открыть затемненный фон, полученный режимом наложения. Теперь мы можем взять этот слой и еще раз его продублировать. Фон становится темнее. И сделаем еще одну копию слоя. Доведя фон до полного мрака. Да в общем-то он нам и не очень нужен. Он только отвлекает внимание. Пожалуй, все. Давайте посмотрим, что было. В самом начале. И что стало теперь. Имея корректирующие слои, легко заменить одно цветоисправление на другое. Но это уже кому как нравится. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ